Мухи. По комнате летали большие наглые мухи и никак не давали собачке Соне уснуть. Соня отмахивалась от них и лязгала зубами, но мухи не отставали. «Ну, погодите!» – пригрозил им Соня. Она отправилась в прихожую и сняла с гвоздя мухобойку. Это такая палка с пришлёпкой, которой наказывает муха. Соня решила начать с кухни. Соня, большая толстая муха, сидела и почёсывалась на стакане. «Раз!» – сказала собачка Соне. И толстая муха со звоном упала на пол. «Два!» – сказала Соне. И муха вместе с сахарницей схвалилась под стол. Третья муха сидела на портрете дедушки. На Сониного, конечно, дедушке. Не Сониного, конечно, дедушке, а Ивана Ивановича. Но Соне это тоже не понравилось. «Три!» – сказала собачка Соня. Потом Соне сказала четыре, потом пять. Когда Соне сказала шесть, с работы пришёл хозяин. «Что это такое?» – удивился он, увидев разбитый стакан. «Муха!» – сказала собачка Соне. «А это!» – показал он на сахарницу. «Тоже муха!» – сказала Соне. «И это тоже муха!» – спросил Иван Иванович, поднимая упавшего дедушку. «Я немножко!» – созналась собачка Соне из-под дивана. «Ну вот и убирай всё вместе с мухами!» – Иван Иванович принёс из ванной швабру. Это такая штука, которую выметают из-под дивана мусор и маленьких собачек. И ушёл гулять. «Несправедливо всё-таки получается!» – думала Соня, подметая пол. «Мух вон сколько!» – а убирать всё мне одной.